Казнице В Петровское время это была Каднинская волость, и в веке 20-м это Ленинская слобода. Местные жители называют село на Старый Лад, Каднице. В 16 веке оно было подарено полководцу Ивану Шереметьеву, самим Иваном Грозным. Тогда здесь и закончилась Марийская история, началось новое время. Кстати, дом Шереметьев до сих пор цел и невредим, разве что винокурни разрушены. Шереметьев владел крестьянами, но на земле работали только женщины. Жизнь сильной половины в этих краях всегда была связана с Великой Русской рекой Волгой и Кудьмой. Каднице называют столицей капитанов, лоцманов и бурлаков. Из этого дома вышел знаменитый капитан, напитучный Сергей Алексеевич, который осваивал новую технику, которая приходила от парохода «Спартак» до теплохода, дизель-литрохода «Ленин». То есть первые пароходы, даватор, который первый пароход. То есть он передавал опыт вождения и осваивания новых судов. Село делится на две части, нижнюю и верхнюю. Все, что сверху, новострой. История началась с берега. Практически в каждом доме жили капитаны. Автор книги Владимир Напетухин изучил их биографии и нашел массу интересных фактов. Здесь родился самоучка Сутырин Михаил Андреевич, который изобрел и построил коноводку. Крестьянин, самоучка, значит, построил такое первое механическое судно. Владимиру Напетухину тоже была уготована капитанская судьба. Из его дома вышло несколько капитанских поколений. Однако свою жизнь он связал с техникой. Работал на заводе термали, выпуская детали для военно-морского флота. Навык работы на станке применяет в родном селе. Своими руками он соорудил несколько мемориальных комплексов. Друзья односельчане поддерживают начинание Напетухина и помогают кто чем может. Одни финансово поддерживают, другие делятся историями, которым не один век. Прадед мой погиб в свое время в быковых хуторах при шторме на Волге. Можно себе представить, шторм на Волге был когда-то. Вот он погиб, это времена бурлачества когда были. Ну, впоследствии мой дед стал капитаном и работал 44 года. Вот в книге Володя как раз указал эти данные на различных пароходах волжских. Есть в Ленинской Слободе и своя спортивная история. В этом доме, что за моей спиной, постройки середины 19 века, который много раз менял хозяев, но при этом остался практически в оригинальном состоянии, жил волжский богатырь Николай Вахтеров, один из преемников великого Ивана Подубного. Этот силач мог за раз согнуть три подковы одной рукой. За невероятную силу его называли медведем из Нижнего Новгорода. Его историю тоже планируют овековечить, а то не гоже, что на его доме даже таблички памятные нет. Местная администрация никак не хочет идти навстречу тем, кто возрождает былую историю древнего села. Владимир Напетухин показывает кипы писем, которые так и остались без ответа. Поэтому, пользуясь случаем, обращается ко всем, кому не безразлична история региона, и просит помочь в возрождении села. Нужны бетонные работы для установки постаментов и стройматериалов. Из Кустовского района Антон Ганин, Василий Низов. Объективно. ННТВ.